Привет, друзья! С вами Резмитрий Ророшенко и сегодня поговорим о вид на жительстве, подтверждении доходов при подаче заявления на вид на жительство, а также по уведомлениям. После того, как вы получили вид на жительство, прошел один год и вам надо сдать уведомление. Значит, первое – это подтверждение доходов. Естественно, можно подтвердить два IDFL-справка, если официально вы работаете, если нет – это личные сбережения. Обращаю внимание, что в постановлении правительства Москвы 25 августа 2020 года утвержден новый, за второй квартал 2020 года, величина прожиточного минимума новой по Москве. Поэтому здесь сумма будет увеличиться. То есть, раньше было достаточно 80 тысяч, то есть 4 прожиточных минимума умножаем на 20. Теперь с 25 августа у нас прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 20 361 рубль. Соответственно, 20 361 рубль умножаем на 4. Это получается сумма 81 444 рубля. То есть, теперь для того, чтобы подтвердить доход личными сбережениями, сумма вклада сберегательного счета не должна быть менее 81 444 рубля. Как я уже сказал, при подтверждении дохода, при подаче документов на оформление вид на жительство, нужно умножить прожиточный минимум на 4. Это на сегодняшний день, то есть 25 августа, по Москве 20 361 рубль умножаем на 4, получаем 81 444 рубля. Это минимальная сумма вклада, которую вы должны предоставить для того, чтобы подтвердить доход по вид на жительство. Например, вы подаете вид на жительство по родителям. Вопрос, который обсуждали на видео на прошлой неделе. Соответственно, вы предоставляете справку не менее 81 444 рубля. Срок вклада в сберегательный счет открываете как минимум месяцев на 6, для того, чтобы у вас был запас с вопросом подачи заявлений. Потому что это не всегда быстрый процесс, и могут быть вопросы к инспектору, заявления к документам и так далее, чтобы у вас было как минимум 6 месяцев. Дальше вы получаете справку вот этого депозита сберегательного счета и предоставляете ее инспектору. Тем самым вы подтверждаете доход по виду на жительство по заявлению, и не должно быть никаких вопросов. Значит, вот этот сберегательный счет, вклад открывается на нотариальный перевод паспорта иностранного гражданина. Это тоже важный момент, чтобы у вас было, так скажем, на это обратите внимание. По другим регионам также рекомендую обратить внимание на вот этот прожиточный минимум. Потому что, как в Москве поменялся, соответственно, и в других регионах тоже могли быть изменения в сторону увеличения. Поэтому посмотрите ваше постановление региональных правительств по величине прожиточного минимума за второй квартал, для того, чтобы ваш вклад не был меньше той суммы, которая необходима. Это что значит по подтверждению дохода при подаче заявлений на вид на жительство. Теперь у нас есть второй вопрос, это по уведомлениям. Значит, уведомление у нас подается по истечению года. Постоянно проживающий иностранный гражданин с видом на жительство обязан в течение двух месяцев со дня и с течения года. И со дня получения им вида на жительство должен подать уведомление. Уведомление можно подать напрямую через инспектора, почтой. То есть здесь есть варианты выбора. Как я уже сказал, с момента получения. То есть у вас должно быть уведомление. По практике так, получили у вид на жительство, уведомление на руках. С этого момента отсчитывается год, в течение двух месяцев сдаете вот это вот уведомление. На сегодняшний день это, естественно, обязательное условие, никто его не отменял. Поэтому обращаю ваше внимание, комментариев достаточно по этому вопросу. Еще раз подчеркиваю, что по практике, которая складывается, с момента того, как вы получили уведомление и книжку на руки, с этого момента отсчитываете год. По истечению года в течение двух месяцев сдаете уведомление. Сдать можно через инспектора, через почту. Это как варианты. Но в любом случае, так как регион к региону разнится, практика есть своя, устоявшаяся, то я рекомендую обратиться к инспектору либо при получении вид на жительство, либо по истечению первого года и уточнить, можно ли подавать с момента получения вид на жительство на руки или с момента принятия решения. Просто здесь бывают разные нюансы. По общей практике это с момента получения вид на жительство на руки. Вы обязаны в течение двух месяцев сдать уведомление. Напомню, что на пятый раз, то есть на пятое уведомление, вы сдаете непосредственно инспектору ВВМ, обращая на это внимание. До этого можно сдавать как вариант, например, почтой. Там тоже есть нюанс по подтверждению доходов. Поэтому здесь, там также возможны два НДФЛ, возможно и личными сбережениями, но опять же здесь необходимо уточнять у инспектора, как складывается практика в вашем регионе. Вот такая информация. Резюме еще раз скажу, что изменилась сумма прожиточного минимума и, соответственно, вклад теперь составляет по Москве 81 444 рубля. Ранее мы делали на 80 тысяч, теперь не менее 81 444 рубля. И второе уведомление обязательно нужно сдавать по практике с момента получения уведомления на руки, книжки на руки. Это такая сложившаяся практика. Но, тем не менее, все равно лучше лишний раз уточнить у инспектора, чтобы потом не возникало проблем, так как в пятый раз вам все равно придется сдавать это уведомление лично уже инспектору. Такие законы предусмотрены в статье 8, 9 закон о правом положении иностранных граждан. Спасибо, что посмотрели данное видео. Успехов вам в решении миграционных и других вопросов. Всего доброго.